Здравия желаю, уважаемые телезрители. Сегодня я расскажу, что были проблемы у меня, значит, спалил реле вот это, китайская производство. То есть запускал схему, что вчера говорил, на это самое, на выравнивание. И спалил вот это вот. То есть уже спалил 4 штуки, такие не покупайте. Но подумал, что опять заказывать в Китае вот это дерьмо, и опять спалить через месяц. Нет смысла. Тогда нашел, спасибо людям, нашел в интернете схему, вот такую вот. Сейчас покажу. Так, сейчас это уберем, проводки. Значит, что у нас тут? Проводок вот сюда. Вот. Значит, берем реле вот такое, ну обычное. Вот такое. Ну или другого типа. Или вот от этого. Вот такое вот сделал я. И вот что подключаем, значит, сюда. Значит, вот это у него три, тут три у него клеммы с одной стороны. Раз, два, три. Ну вот оно. Значит, подключаем на минус, подключаем. И на вторую клемму подключаем кондёр. Кондёр. Сюда подаём минус. С батарейки там. Ну или с питания. Дальше. Дальше, значит, вот это вот второй конец от кондёра соединяем вот на вторую. И тут делаем вот, и на третью перемычку делаем. То есть вместе соединяем. А плюс от батареи соединяем вот сюда. Вот сюда. И выход будет здесь. Вот он. То есть на разрыв. Здесь разрыв. Разрыв. Замыкается, размыкается. Когда, значит, питание подаётся, вот этот кондёр, кондёр, когда берёт ёмкость, а потом назад удаёт. Ну, выравнивает напряжение здесь. В этот момент, когда он назад удаёт, срабатывает. Потом, когда у него заряд кончился, она раз, отключается. Вот это отключается. И то есть время можно... Значит, время как? Чем больше ёмкость кондёра, тем больше времени. Вот у меня кондёр стоит на 2200 микрофарад, так это секунду. Если вы хотите там 2 секунды или минуту, значит, надо... Считайте, значит. Значит, на минуту надо ёмкость в 60 раз больше. Не 2200, а в 60 раз больше там. То есть 1050. А если меньше секунду хотите, чтобы... Цикла. То берите ёмкость меньше. А дальше я что? Дальше вот... Тут твердотелое реле у меня. Потому что это не выдержит напряжение. У меня высокое напряжение. А здесь только на 24 вольта. Максимум. Значит, с этого реле подаём... Управление питания вот сюда. На плюс. А минус подаём так же, с батарейки. Вот отсюда. Как обычно. Ну и здесь вот разрывается. Когда, значит, здесь кондёр срабатывает, то есть заряд выдаёт, оно замыкается. Как заряд у него кончится, оно размыкается. Разомкнулось, он опять заряжается. И вот так вот. Циклично и беспрерывно. Ну и вот я показал, вот лампочка, значит. Один на минус. И тут разрываем вот такую цепь. То есть... То есть вот так вышло из положения с этого. Если кому может пригодиться эта схема. Потому что вот это вот реле времени, китайское вот оно. Оно мне хватило на месяц опытов. И выбросило. Так что делайте сами кондёры. Они надёжные от кондёров. Можно навалом найти там. От старых телевизоров, от старых компьютеров. От старых технических устройств. Виде... Виде... Как его? Которые... Видеопро... Раньше... Видеоплеер вот такие вот раньше были. И так далее. Там печки какие-нибудь. Микроламновые. И так далее, и так далее. То есть этих кондёров навалом. И реле также в таких устройствах. В старых инверторах. ИЧБ называется. ИБЧ. Источник беспребойного питания. ИБП. Вот там много таких крылей. Оттуда можно выпадать. То есть вот эту проблему, значит, решил. А дальше будем, значит, продолжать. То, что у меня заминка... Вчера хотел бы запробовать. А у меня заминка ушла, как говорится, на целый день. И плюс ещё, что у меня. Вон, спалил я этот. Вон, видите, кнопка. На полу. Вот она. Ну, белая вот. Вот лежит этот самый вольтметр. А рядом кнопка. Вот. Кнопку пришлось менять. То есть вот возбуждение на это самое. На генератор. Кнопка тоже спалилась. Так я поставил генератор помощнее. Вот такие дела. Вот сегодня, значит, с этим докончил. А завтра уже будем продолжать то, что хотели. Вчера. То есть делать выравнивание. Там ставить кондёр. Ставить ещё там. Сейчас пока 50% выдаёт. Довести хотя бы до 90 или до 100. Если не получится, тогда будем, значит, покупать янистеры. Пока ещё не заказал янистеры. То есть пробую и так обойтись. То есть так-то лучше, конечно. Ну, всё на этом.